Недавно я провел одну из самых тяжелых в моральном плане для меня встреч. Это была встреча с родителями, с мамами особенных детей, детей с расстройством аутистического спектра. Я даже в страшном сне представить себе не мог того, насколько глубока эта проблема, насколько она разнообразна и широка, и насколько общество не помогает ни детям, ни их родителям. Даже утвержденные программы инклюзивного образования, социальной помощи практически бесполезны и недоступны для особенных детей. Почему? Да просто под силу очень широкого диапазона различий между такими детьми. То, что хорошо для одного ребенка, плохо подходит для другого. Потом их поведенческие особенности меняются в ходе взросления, видимо, в ходе гормональной перестройки организма. И в зависимости от этих изменений нужно менять и программы. Но такую вариативность инклюзивное образование не предусматривает, к сожалению. Родители вынуждены образовывать пациентские сообщества, как-то поддерживая друг друга, как-то занимаясь поиском решений общей проблемы. В ходе беседы выяснилось, со слов родителей, что аналогичные программы помощи реабилитации маленьким пациентам в Узбекистане и в Кыргызстане стоят в разы дешевле, чем в Казахстане, а по качеству лучше. Просто потому, что в этих странах работает системный подход, то есть и психолого-педагогический, и медицинский, то есть эти вещи совпадают, и поэтому они более эффективны. Те родители, кто имеет хоть какие-то ресурсы, стараются лечить своих детей в этих странах. То есть решение на самом деле существует, но в Казахстане почему-то работает гораздо хуже. Ну и размер выплат родителям по уходу за ребенком-инвалидом в 57 тысяч тенге или пенсия по инвалидности первой группы чуть меньше 72 тысяч тенге, естественно, не покрывает никаких расходов. Родители испытывают понятные проблемы с трудоустройством, поскольку не могут работать офлайн в связи с необходимостью постоянного присмотра за своими детьми. Соответственно, у них просто нет ресурсов для того, чтобы полноценно лечить, полноценно обучать своих детей. Выделяемые бесплатные медикаменты выделяются в основном те, которые подавляют личность, но не способствуют ее лечению или развитию. Не хватает современных препаратов, бесплатно их государство не выделяет. Поэтому, по сути, родители таких детей остались один на один со своей проблемой. Плюс ко всему общественная стигма. Но, с другой стороны, мы точно знаем, что государство наше выделяет огромные деньги на медицину. Сегодня бюджет Минздрава уже практически 2 триллиона тенге. То есть, значительнейшая часть нашего бюджета ощутимо уходит на здравоохранение. И при этом проблема не решается. Проблема есть. У нас есть монополист на закупке лекарственных препаратов. Это СК-формация, огромный гигант, который поставляет все медикаменты во все медучреждения. Но почему при этом не может обеспечить таких пациентов, особенных пациентов, необходимыми им современными лекарствами? Большой вопрос. То ли так планирует Минздрав, то ли так покупает СК. В этом надо разбираться. Мои друзья и коллеги по гражданской инициативе «Здоровье для всех» не первый год разбираются, пытаются разобраться в проблемах здравоохранения. В том числе, в первую очередь, в проблемах с лекарственным обеспечением, с доступностью необходимых современных лекарств для всех категорий граждан. Наше движение абсолютно открыто для всех. И сегодня является крупнейшим независимым экспертным сообществом в области здравоохранения, медицины. Но объединяет в себя врачей, докторов наук, практиков здравоохранения, организаторов здравоохранения, которые знают проблематику изнутри, которые регулярно выходят с предложениями на Минздрав. Но, к сожалению, наших чиновников продавить очень и очень непросто. На большинство, на многие наши инициативы, к сожалению, чиновники отнекиваются, дают отписки и реагируют не очень охотно. На нашей памяти это уже сегодня второй министр здравоохранения, думаю, скоро будет и третий. Надеемся, что новый министр будет более лоялен к нашему сообществу. А поддержать нашу работу, здоровье для всех, может каждый из вас. Просто вступайте в нашу группу, подписывайтесь на наши ресурсы, пишите о своих проблемах, давайте свои предложения. Голос каждого важен. Под лежащий камень вода не потечет. Большое спасибо за просмотр, дорогие друзья. Жду ваших комментариев, жду ваших вопросов и предложений. Вступайте в наши группы, ставьте ваши лайки, делайте репосты. Вместе мы с СИЛА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...